Ребята, привет! На дворе осень, и на мангале уже, согласись, не очень удобно жарить шашлычки. Но речь пойдёт о тандыре, а это значит не только шашлычки. Это значит соусы, вкусные овощи, хлебушек и разные виды мяса. Новый тандыр. Чем мне интересен именно новый тандыр, я немного позже расскажу о нём. Дело в том, что у меня терраса, как видишь, да? И на этой террасе очень часто собирается, ну, скажем, там 15 человек. И к тебе же пришли гости, ты их хочешь удивить чем-то. Поэтому еду из тандыра это то, что нужно. Ты реально их удивишь, они там в ресторане реально где-то не кушали. У нас, по-моему, Тали ресторан раньше готовил на тандыре, и, пожалуй, всё. Фишка в том, что ты туда устанавливаешь закладочку, такую сковородочку, внутри которой образовывается соус. Причём соус, который ни за какие деньги не купишь. Ложишь картошечку. И сверху индюшку, курятину, караигнёнка, свининку. И это всё готовится. Пока всё это готовится, все вот кайфуют, запахами наслаждаются, да? Потом ты это достаёшь и сразу на стол, на толпу. И самая фишка, самая фишка, для того, чтобы накормить шикарной ресторанной едой человек 15, надо 60 евро. Вот я сделаю закупку, покажу тебе, как это выглядит в ближайшие буквально выходные. И теперь смотри, сезон шашлычка-то, он закончился, когда идёт дождь, будешь ты готовить на мангале? Нет. Когда минус 21, ты будешь готовить на мангале? Нет. На тандыре ты будешь готовить и на Новый год, и всегда. И время взять тандыр, потому что в июне-июле он наверняка будет стоить подороже, а осень, зима – шикарная цена, шикарная. Теперь я тебе покажу вот эту штуку. Вот эту штуку, вот эту вот, я разыграю на своём канале. Здесь вот, где ты сейчас на меня смотришь, пишешь – хочу участвовать в розыгрыше тандыра. Я запишу твой номер телефона, и 25 ноября в 8 вечера случайная генерация цифр на компьютере выберет одного из вас победителем, и вот эта штука достанется кому-то из вас. Это Азия. Отстоял он меня, отслужил верой и правдой много лет. И покажу его, соответственно, минусы и плюсики. Будем смотреть сейчас под микроскопом и внимательно. Значит, что можно видеть? Видишь вот такую вот маленькую трещинку, например? Вот такую трещинку, такую трещинку. Это многолетняя эксплуатация, чтобы ты понимал. И поначалу это был такой шок. Ааа, он весь треснутый, что это такое? Это случается с любым тандыром, который ты начинаешь готовить. То есть он вот в таком шикарном состоянии. Буквально, когда ты его купил, и уже через месяц эксплуатации он будет совершенно другой. То есть эти маленькие трещинки, ты должен что понимать? Что когда внутри горит жар, это безумно жарко. А потом на улице у нас что? Мороз, снег, дождь и от перепада температур с ним случаются разные вещи. Поэтому то, что он весь в трещинах, это нормально. Именно поэтому, если присмотришься, существует вот такой ободок, такой ободок. То есть он в кольчушку вот в такую закован для того, чтобы не развалиться, не раз... Ну, не сломаться. Но он весь вот в таких вот маленьких трещинках. То есть для нас в Латвии это может быть шоком, как так. А еще раз говорю, он вот в таких трещинах, у меня 5 лет, живет и здравствует, и с ним все шикарно. Теперь смотри, когда ты закончил готовку, то это просто шикарная скульптура, которая украшает твой двор. Понимаешь? Ведь круто же выглядит. Теперь вернемся к моему тандырчику. Он, кстати, заметил трещинку на нем. То есть видишь? Ааа, он уже треснул. Катастрофа! Снимаю это видео специально для тех, кто будет приобретать тандыр. Это им важно знать, ребятушки. Это важно знать. Трещины в тандыре это норм. Это нормально. Теперь смотрите, новый тандыр, чем он хороший, чем он отличался от старой версии. Смотрите, эта крышка массивная, не дергайте ее, пожалуйста. Этого делать не нужно. Ее аккуратненько открываем и вот в такую позицию оставляем. Видишь? Но у нее есть еще один дополнительный шарнирчик. С ней надо быть аккуратненько, потому что, видишь, тандыр перевешивает. Видишь? Перевешивает. Поэтому не делайте, пожалуйста, резких движений. В этой манделе, чем он хорош? Тем, что в этой вариации, когда ты закрываешь, например, крышечку, и у тебя есть сомнения, приготовился ли шашлык или нет. Что ты делаешь? Ты приоткрываешь, держишь в руке и смотришь вниз. И потом возвращаешь в исходную позицию. В исходную. То есть, эта штука для того, чтобы посмотреть, готов ли он или нет, и закрыть ее на место. Почему? Потому что ты, конечно же, можешь открыть вот эту крышечку и посмотреть. Но когда ты готовишь в сковородке, такая сковородочка нижняя, ты не видишь то, что происходит внизу. Поэтому и придумали вот эту версию с открыванием боковой крышечки. Люди, у которых нет опыта, они резко дергают ее. Но ты должен понимать, что он тяжелый, массивная конструкция. И если ты резко крышку дернешь, разумеется, он должен перевернуться. Но это же простая физика. То есть, смотрим вот сюда вот. И вот не надо крышку эту бросать, понимаете? Потому что сила рычага такова, что если ты крышку эту бросаешь, конечно же, может произойти катастрофа. Ну и давай вернемся к версии Азии. Когда у Азии ты бросаешь эту крышечку. Но конструкция тандыра такова, что ты бросить ее не можешь. А ты ее вот так медленно делаешь, и у нее нет шарнира. Поэтому Азия, она к опрокидыванию, скажем так, более устойчивая. Но ты должен понимать, что в Азии нету других функций. То есть, готовить на сковородке в Азии очень неудобно. И на большую группу лиц в ней также неудобно готовить. Поэтому с одной стороны это дефект, с другой стороны это эффект. Просто к этой модели нужно относиться чуть-чуть по-другому. То есть, давай повторим. Это же шикарно, когда ты можешь посмотреть, заглянуть в сковородку. И что действительно внизу все хорошо. Правда же? Но с другой стороны, если ты вдруг кинешь, ты не кинешь, потому что ты мужик. А представь себе, что редкость на тандыри иногда готовят девчонки. И вот девчонки вот эту крышечку с перевесом очень трудновато будет в женских руках удержать. И поэтому поглядывайте, если вы берете вот эту модель с шарниром, и не кидайте, пожалуйста, крышечку. Хорошо? Аккуратненько. Подняли, опустили, и никаких проблем нет. Потому что простая физика срабатывает рычаг. Это доработка в конструкции. Я ее объяснил для чего. Но она имеет вот такой дефектик. Так, ну и что? Не лишний напомнить, что мы разыграем его 25-го числа. А сейчас ты внизу записываешься. Хочу тандыр. Хочу тандыр. И сегодня, наверное, вечером на трансляции я вас всех перепишу. И потом кто-то из вас выиграет вот эту вот моделечку. Она очень хорошая для того, чтобы попробовать, насколько она хороша. Видишь, она в хорошей форме. Но когда ты стал гурманом, тебе хочется чего-то лучшего. Поэтому ты берешь модель лучше. Так всегда бывает. Поездил на одной машине, хочешь другую. Пожил в одной квартире, хочешь другую. Вот со мной произошла именно такая же самая ситуация. И я ищу единомышленника, который любит готовить. И у кого есть частный дом. В квартиру не вариант. Это надо человеку, который любит собираться на террасе, как я собираюсь. Со своими друзьями, с хорошей мебелью. Вот. Фолк вам, мебелью, например, как у меня, да? Вот такая идея.